Донбасс Реали Что наш корреспондент увидел в «Золотом-4»? И кого туда больше не пустят? И кто продолжает бороться за избирательные права переселенцев? Советник главы СНБО Сергей Сивоха сообщил, что его команда уже провела электоральные замеры на оккупированной части Донбасса. Он заявил, что там есть люди, готовые баллотироваться на будущих местных выборах от «Слуги народа». В то же время в так называемых республиканских СМИ акцент с плохой власти в Киеве перешел на плохого Порошенко, который сопротивляется мирным инициативам Зеленского. К чему готовят жители оккупированных Донецкой и Луганской группировки ЛДНР? Какие настроения в Донецке вообще, учитывая шестой год конфликта? И за кого проголосуют люди там, если ЛДНР будут распущены? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналистка издания «Остров» Юлия Бибок, а также эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, участвуйте в нашем разговоре с вашей точки зрения. За кого проголосуют жители так называемых республик на будущих местных выборов? Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, со всей территории Украины бесплатные. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Вызов. Это возможность стать сильнее. Радио Донбасс Реалия. Мы ищем и находим хорошее. Начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй. Приветствую. Группировка ДНР объявила о готовности к обмену пленами по формуле 52 на 85 человек. Об этом заявила так называемый омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Напомню, 29 октября гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ, на переговорах Мартин Сайдик готовится большой обмен. Напомню, последний обмен пленными Украины с группировками ЛДНР состоялся в 2017 году на КПВВ Майорск в районе подконтрольной боевикам Горловки. Тогда Украина забрала 74 человека и передала на неподконтрольную территорию 306 человек. Патрули полиции и военные нацгвардии несут усиленную службу в Золотом-4 в Луганской области, расположенном на участке разведения вооруженных сил и средств. Об этом сообщил замглавы национальной полиции Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВД. По его словам, в населенном пункте выставлены дополнительные наряды полиции. Улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. Усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели миссии ОБСЕ. Российские гибридные силы за прошедшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали вблизи Красногоровки, Водянова, Крымского, Новотошковского, Зайцева, Луганского, Певденного, Троицкого, Новолуганского, Орехова. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в шести обстрелах. В группировке ДНР ВСО обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение Украины в будущем вступить в НАТО. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве после заседания комиссии Украина-НАТО. Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания комиссии стороны договорились об обновленном пакете проектов. Генсиак НАТО, в свою очередь, заявил, что двери Альянса остаются открытыми для Украины. Впрочем, Столтенберг заявил о необходимости внедрить рекомендации венецианской комиссии относительно прав меньшинств. Напомню, накануне, в день визита президента России Владимира Путина в Будапешт, Венгрия наложила вето на совместное заявление НАТО по Украине. Венгрия отказалась от заявления из-за отсутствия упоминания о якобы лишении прав венгерского меньшинства в Украине. Мариуполь приобретет 72 новых троллейбуса. Представители Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления и компании «Белкомонмаш» подписали соответствующий контракт. Об этом сообщает прислужба городского совета. Общая сумма контракта – 15 миллионов евро. Из них более 12 предоставляет Европейский банк реконструкции и развития. Первая партия из 12 троллейбусов должна поступить в Мариуполь в середине января. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный – 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 5 до 8 градусов мороза. Днем воздух прогреется до плюс 4. Донбасс Реалии. Донбасс Реалии. Сегодня мы говорим о том, к чему готовят жители так называемых республик ДНР, ЛНР, местные СМИ. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь. На участке возле Золотого, где продолжается разведение войск, побывал сегодня мой коллега Марьян Кушнир. И самую свежую информацию оттуда он расскажет прямо сейчас в эфире Радио Донбасс Реалии. Он с нами на прямой телефонной связи. Марьян, привет. Привет, Денис. Расскажи, удалось ли тебе попасть в Золотое Четыре Екатериновку? Расскажи, как мы попасть в Золотое Четыре Екатериновку. Мы не пропускаем на данный момент. И в Катериновку тем больше. Ну, я не могу сказать, каким образом, но нам удалось потрапить в Катериновку, а также увидеть безусловие разведение сил и средств, работы ОБСЕ, СКК и военнослужащих. Мы видели, как шесть экипажей ОБСЕ двигались в направлении неподконтрольной территории поблизости КПВВ Золотое. Также работали ОБСЕ с летальными аппаратами. Кроме того, на месте работали и другие ОБСЕ. Даже когда мы выходили, это буквально часа тому, возможно, трое больше, также остались представители ОБСЕ. На месте уже подготовлены фортификационные споруды, где будут військовые. Так или иначе, комментариев от військовых нам не удалось взяти, оскільки пока что не коментуют эту ситуацию. Но я могу разъяснить, где это отбудение произошло. Пропала, к сожалению, телефонная связь с нашим корреспондентом Марьяном Кушнером. Мы сейчас надеемся набрать его, потому что очень интересно удалось, несмотря на запрет бывать украинским журналистам в Катериновке, где происходит развод сил и средств, ему удалось все-таки туда попасть. Сейчас мы его набираем, а пока продолжаем нашу программу. Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс-реалия. Без линии разграничения. Волонтеров и общественные организации не будут пускать «Золотое-4». Об этом самим волонтерам заявил на горячей линии операции объединенных сил. Объяснили, что в районе ООС введен режим «желтый». И в «Золотое-4» ограничен въезд общественникам со всех регионов Украины, кроме самого «Золотого». Волонтеры говорят, если в поселок не будут пускать волонтерскую помощь, очень быстро там начнется гуманитарная катастрофа. Больше знает Ольга Стрижова. У «Золотому-4» кінця осени чекали, как по рятунку. Адже саме на этот час были запланованы встречи с волонтерами-психологами. Щороку до селища на лінії конфлікту приезжали мобільні бригади «Северо-Донецька», розповідає волонтерка та жителька «Золотого-1» Елля Дружбіна. За її словами, вона телефонувала на гарячу лінію ООС, де оператор, отримавши усі необхідні персональні дані Дружбиною, зазначив, що українським громадським та волонтерським організаціям заборонено въезд до «Золотого-4». А отже всі заплановані культурні та психологічні тренінги скасовуються. На даний момент волонтери не отримали роз'яснення від штаба. Або ООС. Чи забороняється приїжджати взагалі громадським організаціям? Чи все ж діє якесь обмеження у доставці гуманітарної допомоги? Каже виконавчий директор благодійного фонду «Востоксос» Константин Реуцький. Це його словами у «червоній зоні» і раніше діяли деякі обмеження. Але саме на цій території через майже повну відсутність транспорту люди потребували всього – від продуктів до будівельних матеріалів. Крім цього, туди постійно їздили юристи, робили там виїзні прийоми. Це дуже важливо для тих людей, які маломобільні, не можуть самі там поїхати в якийсь адміністративний центр для того, щоб щось там оформити, яких документ. Відповідь і так проблематично було дістатися з центру «Золотого», тому що, скажучи, вже там про райцентр попасно. Зараз це буде зробити ще складніше. Вже скоро люди будуть відчувати потребу у всьому, в тому числі навіть у продуктах харчування. Якщо волонтерам все ж таки заборонять допомагати жителям «Золотого-4», то дуже швидка гуманітарна ситуація у цьому селищі погіршиться, каже Реоцький. Це дуже незрозумілий крок з боку нашого уряду, як розуміється, як і дуже великої кількості людей, незрозуміло, надвіщо, що український уряд зараз поступає своїми співгроментянами. Українські волонтерські організації вже заявили, що звертатимуться до ООН та Ради Європи, щоб привернути увагу до такого рішення українського уряду. Адже, на думку волонтерів, такою забороненою українська влада свідомо позбавляє людей базових речей. На момент виходу матеріалу штаб ООС у соціальних мережах лише роз'яснив, як під час «жовтого» режиму працюватимуть представники ЗМІ. Про заборону волонтерам інформацію офіційно досі не підтвердили і не спростували. Дар'я Курінає, Ольга Стріжова, Радіо Донбас Реалії. Продолжимо розговору з моєм колегой Мар'яном Кушніром. Он зараз знаходиться в «Золотом 4» і в Катериновці, яка знаходиться рідом з цією населенного пункту. Мар'яна, ти вже немного розповіла о том, як виглядеть це розведення. Що там дійсно відбувається? Ну, я без того, що тепер не знаю, на чому я закінчив, бо я трішки, я так розумію, перервав це все. Але я нагадаю про те, що розведення, воно відбулося. Були представники ОБСЄ, так, дійсно, всі працювали. Але ми пройшли вже безпосередньо в саму Катеринівку. І в цій самій Катеринівці послілкувалися з бабою Любою, яка нам розповіла, що вона толком не розуміє, що таке розведення, але має побоювання, що люди, які раніше жили в селі Катеринівка, можуть потрапити назад в цю Катеринівку. Тільки проблема в тому, що вони перейшли в 2014 році воювати за контрольованих Росією сил. І, відповідно, вони бояться, що вони зайдуть сюди і приведуть інших. Але так думають не усі. Інші жителі, яких ми зустріли на вулицях Катеринівки, вважають, що це добре, що розвели війська. І, власне, це єдина точка, до речі, Катеринівка, єдина точка, де будуть розводити війська. Тобто, уже фактично завершили розводити війська. А Золоте-4 залишається в таких рамках, в яких вона є, і Збройні сили України залишаються на своїх позиціях. Тобто, треба розуміти, що зона відведення номер 2 відведена виключно по правій стороні КПВВ «Золоте». І нині все вже фактично завершилося. З військовими чи представниками СКК по спілкуватися не вдалося, але обіцяють в операцію бідних сил провести для журналістів такий пресс-марафон для того, щоб глянути і подивитися все, достеменно розпитати. Мар'яна, ось такий питання. Ти говориш о том, що розведення вже фактично закінчилось. В то же час в штабі операції СССР говорили о том, що це розведення в районі Золотого Екатериновки може продлитися 30 днів, місяць. Як ти це прокомментируєш? На превеликий жаль, бачите, штаб операції бідних сил не роз'яснює так, як може роз'яснити журналістам неофіційно чи поспілкувавшись з журналістами з військовими. І ситуація в тому, що 30 днів дали для того, аби розібрати фортифікаційні споруди, перенести і розмінувати цю ділянку. Тобто це не один день роботи, відтак дали на це 30 днів. Так роз'яснювали військові, з якими нам вдалося поспілкуватися через свої джерела. І, власне, тому це все затягується. Основний етап розведення проходив протягом цих трьох діб, і сьогодні була остання доба цього етапу. Ми були присутні, бачили, дійсно, там шість екіпажів поїхали в неонепідноціальну територію і продовжують слідкувати за перебігом подій і присутніки ОПСЄ, маючи, зокрема, вишку спостереженню, яка там знаходиться біля КПВВ, вони спостерігають за перебігом подій. Мар'яна, є ли інформація, втора сторона відводить ли свої сили і средства? Як це требується зеркально? Є в цьому дві проблеми. Перша проблема в тому, що візуально звідси не видно, чи хто відходить, чи не відходить. Офіційно поки що достеменно ніхто не коментує нічого, але знову ж таки обіцяю це зробити найближчі дні, тобто завтра, після завтра. І буде вже відомо, так воно чи ні. Однак я можу сказати, що ОПСЄ візуально, я бачив, що ОПСЄ контролювала і рухалася в напрямок на підконтрольній Києву території, шість екіпажів, і очевидно, вже ОПСЄ може коментувати, відбулося це чи ні. Тут треба лише слідкувати за звітами ОПСЄ, оскільки вони тут на місці нічого не коментують. Можу додати, що тут ж не пускали жодного журналіста, а відтак ми можемо тільки отримати інформацію від офіційної жюри, з офіційних штабів. І проблема в тому, що якраз ми, знаходячися в місті, можемо роз'яснити, що не в Золотому 4 відбувається розведення, а поблизу КТВВ «Золоте», тобто відводяться позиції в районі соціального пункту Катеринівка. Тобто цього не роз'яснили. От ми побували там і зрозуміли, хто і скільки відходить. Це приблизно 120 сіл знаходяться від сьогоднішнього дня у серій зоні, хоча там є українські правоохоронці. Мар'яна, останній питання. Много ли поліцейських на вулицах Катериновки і Золотого, на которых зараз відповідальність патрулірувати, зберігати безпеки місних жителів? Ну, точну кількість я зараз не можу назвати, такої інформації немає, але візуально це дуже багато і дуже часто їздять патрулі, екіпажі поліцейських, що не менше по три особи, вздовж Золотого 4, в Катеринівці, в Катеринівці біля самого магазину постійно чергує поліцейський патруль. Вони слідкують за ситуацією. До речі, нас попереджало, що це вже сіра зона, бути обережними. І також вони проїжджаються такими глибокими вуличками, для того, щоб спостеряти. Ми просто бачили, як вони заїжджають, проїжджають, слідкують за ситуацією. І скільки екіпажів, поки не можу сказати, але регулярно вони рухаються в різних напрямках. Крім того, в Золотому 4 ми бачили солдатів Національної гвардії України, вони вже розташовуються, розквартировуються саме там, в Золотому 4, для того, щоб проводити потім патрулювання самої території. Ну і крім того, в цього працює військова служба правопорядку, вони теж тут знаходяться. І, що правда, Золоте 4 поки що навколо закрите, тобто під'їзди додаткові, окрім КПВВ Золоте, перекопані, на них дежурять поліцейські, по 4-2 людини з автомобілями. І щоб заїхати в Золоте 4 можна виключно через КПВВ Золоте. О чем тоже говорил. Спасибо большое, Мар'ян, повторю, пожелання поліцейських, береги себе. Це був мій колега Мар'ян Кушнір, він зараз знаходиться в Золотому 4 і Екатериновці, де продолжається, і, по словам Мар'яна, вже закінчилось розведення сил і средств. Дякую за перегляд! 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 Звонки со всей территории України, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. С вашей точки зрения, за кого проголосують жители так называемых республик на будущих местных выборах? Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Друзі, ждем ваших звонков. Юля, ви в Фейсбуці написали вот интересное такое замечание. Вы, насколько я знаю, постоянно мониторите сепаратистскую российскую прессу о месседжах, о тенденциях, которые там наблюдаются. Цитата. Республиканская антиукраинская пропаганда в последнее время работает с таким страшным скрипом, что, кажется, вот-вот рухнет. Киев со своей стороны забирает все топливо, которое они использовали для поддержания градуса вражды. Расскажите, что вы имели в виду, как вы это увидели? В чем вы это увидели? Ну, если раньше эта пропаганда была сосредоточена на украинских националистах, как они это видели, и у украинских националистов были конкретные олицетворения, это Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Порубей и так далее, то сейчас этих людей нет. Во власти. Во власти нет, да, естественно. И, как бы, вот, националисты остались, но их уже никто не олицетворяет. Это такое очень условное зло. Поэтому власти совсем другие люди, совсем другой риторикой. И эти люди делают какие-то очень неожиданные для них вещи. Вот, например, что касается разведения сил в золотом, видно было, что никто не верит, что оно состоится. И очень удобно было говорить, что вот националисты есть, есть слабый президент, который не может им противостоять. В какой-то момент это очень неожиданно для многих все-таки состоялось. И видно, что нечем просто противостоять информационной. То есть они не знают, как это объяснять, да? Они совсем не ожидали вот того, что действительно Зеленский настоит на разведении. Да, ну, нужно понимать, что 5 лет, вот, у них было, за 5 лет у них уже была заготовлена точная реакция на все шаги, которые предпринимала или не предпринимала украинская сторона. И нужно было сказать, что риторика в те годы или отсутствие каких-какой-либо реакции на проблемы на востоке Украины давали вот это топливо для антиукраинской пропаганды. Политика очень резко изменилась. И вот те отточенные реакции, которые они использовали 5 лет, они больше не работают, а нового ничего пока не заготовлено. И не пытаются перекручивать ситуацию, манипулировать каким-то образом информацией. Они, конечно, могли бы вообще замалчивать то, что происходит, но очевидно, что все-таки люди на той территории слушают и смотрят, в том числе и украинские медиа, они понимают, что здесь происходит. И вот с той стороны сепаратистской им приходится тоже придумать что-то. И вот снова же не сработала очередная заготовка о том, что слабый президент не контролирует националистов. В СК отвели. А как они объясняют жителям неподконтрольной части Донбасса, что сейчас происходит? То есть какие словосочетания, интонации используют для объяснения этого? Я пока не вижу какой-то новой стратегии, которая была бы наработана. То есть я не вижу какой-то четкой мысли, которая продвигается в этих медиа, что сейчас Украина делает так, потому что часто то, что происходят те шаги, которые предпринимает новое правительство, строительство моста в станице Луганской, отвод войск, еще что-то, подписание формулы Штайнмайера. Штайнмайера это воспринимается как уступки украинской стороны, той стороне, причем не Россия. Россия там не звучит, это как мы требовали, мы пять лет этого ждали, и мы этого наконец добились. Пока это самая четкая линия, которая прослеживается в той пропаганде, но я должен сказать, что большая ошибка, наверное, со стороны украинской публики, что на это все смотрят как на зраду, потому что я думаю, что это довольно сильная позиция со стороны Украины, устранять эту историю. Об этом еще поговорим. То есть сейчас, по вашим словам, СМИ группировки ДНР, СМИ группировки ЛНР говорили о том, что мы давим на Киев, мы побеждаем, но в то же время, вот что я слышу, они не хотят победить, то есть они удивляются тому, что Украина идет навстречу и растерянный, не зная, что с этим делать. То есть есть какая определенная дезориентация в этих СМИ. Ну, она на самом деле всегда была, я думаю, это тоже большая ошибка считать, что там все тотально контролируется, и каждое слово выходит, да, из-под, то есть из-под пироцензора, после того, как кто-то его написал из условных журналистов, потому что там всегда был довольно сильный хаос в том, что считалось их пропагандой. Ну, и сейчас этот хаос просто продолжается, и просто, ну, дело в том, что, как я уже сказала, им не на что, у них пока не заготовлены реакции на новые шаги, и они довольно непредсказуемы с украинской стороны, что довольно странно. 0800-300-403, номер прямого эфира, у нас в гостях журналистское издание «Остров» Юлия Абибок, есть слушатель, здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, это я, да? Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я с оккупированной территории, звоню, Динаркиево. Вы спрашивали о том, за кого будут голосовать здесь на оккупированной территории. Вчера вам бесили переселение, сказал он из Одессы, сказал, что 60% ненавидят Украину. Он сильно преуменьшил эту цифру. Здесь ненавидят, наверное, все 90%. Поднимите статистику все голосования, которые были у нас в Украине, за кого голосовали здесь. Так что здесь выборы проводить нельзя лет 10, как минимум. Как вы думаете, вот вам такой вопрос, если вот эти группировки ДНР, ЛНР распустят на будущих местных выборах, если им запретят принимать участие в этих выборах, вот ваше окружение, о чем вы говорите, да, в Янакиво, по крайней мере, за какие партии украинские проголосуют в Янакиво? Здесь невозможно разговаривать об Украине вообще. Сразу тебе накидывается на тебя толпа и чуть ли не бить начинают. Извините меня, такое бывает. Поэтому мы здесь так сильно не это, не распространяемся. Ни за собой не будут. Смотрите, есть же в украинском политическом спектре такие партии, как оппозиционная платформа «За жизнь», оппозиционный блок, «Слуга народа». Вот на Донбассе, на подконтрольной части симпатизируют многие люди вот этим партиям. Вы допускаете, что вот могут эти люди за, допустим, за ОПЗЖ проголосовать? Ну вот за бывших регионалов они проголосуют. Вот на подконтрольной территории за кого проголосовали? Вот а здесь тем более проголосуют за них. Потому что те, которые не голосовали за регионы, они, ну многие, не все, но многие выехали отсюда. А кто здесь остался? И если быть объективным, вот если пройти по этим пунктам пропуска, и украинский пропуск, и украинские пункты, ну 15-20 минут пропускают, то в этих на ДНС можно 2-3 часа простоять и в одну, и в другую сторону. Ругают те, которые стоят в очереди, Украину. Где-то вдруг услышат выстрел, ох, это опять кахлы стреляют. Понимаете? То есть, ну, может быть 10 много, но года 2-3 точно нельзя проголосить. Тоже об этом еще поговорим. Последний к вам вопрос. С чем вы связываете вот такое вот враждебное настроение к Украине? Мы вот обсуждаем СМИ, газеты, журналы, которые у вас, телевидение там выпускают газеты, телевидение, которое транслируют. Люди смотрят его, верят. Покупают ли, допустим, там Донецк вечерний, Донецкое время газеты? Да, конечно, покупают. Я не знаю, с чем это, я не могу этого объяснить, с чем это связано. У меня многие родственники, как только говорят, они прямо, я не знаю, у них волосы дыбом становятся. Они, я не знаю, как это объяснить, чем им Россия допучила, не знаю. Спасибо большое за звонок. 0800-300-403, номер прямого эфира. С вашей точки зрения, за кого проголосуют жители неподконтрольной части Донбасса на будущих местных выборах? Юлия, еще, чтобы мы понимали, вот какие СМИ, группировок ДНР, ЛНР, вы читаете, мониторите, и зачем? Вот мы еще послушаем и подготовили такой обзор двух газет свежих Донецка вечернего и Донецкого времени, они очень похожи на газеты правда, такие коммунистические органы печатные. Вы какие читаете? Я читаю информагентства, так называемые ЛИЦ, Луганский информационный центр, ДНР Live, ДНР Online, ДНР, Донецкое агентство новостей, но нужно понимать, что, чтобы понимать, что там происходит, нужно читать, конечно, не информационное агентство, тем более, если вы не научились еще читать между строк и не следить за этой ситуацией неотрывно, нужно читать телеграм-каналы, нужно читать паблики в соцсетях, нужно читать конкретных людей. А зачем вы следите за вот этими официальными органами? То есть вы допускаете, что люди верят, имеют определенное влияние на людей там, или вы смотрите за курсом политическим группировок ДНР и ЛНР? Да, я прежде всего смотрю за курсом политическим группировок ДНР и ЛНР. Зачем? Мне нужно понимать, к чему они готовят людей там. Например, я делала большой анализ поздравительных речей лидеров двух группировок, чтобы понимать, как они пытаются строить видение будущего для своих молодых республик. Это довольно интересно на самом деле. И вот один из выводов собственно о том, что они сами этого будущего на самом деле не видят. Они не нашли этим местам места, то есть не нашли этим так называемым республикам место на карте. Но на самом деле, я думаю, что это важно для нас вещи. Мы должны понимать, к чему мы придем, если когда-то мы вернемся на эти территории. Юлия, вы допускаете, что есть некая субъектность у группировок ДНР, ЛНР, то есть они сами ищут себе место, или вот как есть такое мнение в Украине, что это полностью подконтрольные группировки и политически, и информационно. Тем не менее, вы мониторите местные здания, чтобы понять курс местных группировок. То есть есть определенная субъектность там? Я мониторирую российские здания, и они часто, конечно, работают в унисон, иногда нет. Все-таки я не думаю, что российские политтехнологи так глубоко вникают в местные дела и масса вещей, которые, естественно, отданы на откуп там на местах. Но нет абсолютно никакого смысла контролировать это все полностью, поскольку сами де-факто власти контролируют свою местную повестку, и в принципе они понимают, чего они там на местах хотят. Как вы думаете, как это реагирует вот группировки ДНР, ЛНР, по крайней мере в прессе, если вот состоится разведение, если пройдет дальше так называемый мирный процесс? Сегодня Сергей, вчера Сергей Сивох, советник главы СНБО уже заявил о готовящихся выборах, о том, что провели уже электоральные замеры, там есть некие люди, которые готовы идти от слуги народа. Вот вообще могут ли там себе представить эти местные выборы, к которым они подталкивают Украину все эти годы? Ну, сейчас речь идет о том, что никаких выборов не состоится при выполнении тех условий, на которых настаивает Украина, то есть никто не собирается отдавать как бы контроль над границей со стороны России. Но вот для меня самая главная загадка на самом деле, к чему они готовятся в будущем, потому что сейчас они начали говорить о Минских соглашениях, они их постоянно пропагандируют, естественно, в том виде, в том прочтении, которое они делают. Но они постоянно настаивают на том, что да, даже если мы вернемся в состав Украины, мы все равно будем интегрироваться с Россией. И там довольно оригинальные мысли из всего этого выплывают вроде того, что мы вернемся в состав Украины, нас признают, мы отделимся и войдем в состав России, например. Но для меня не столько важна не столько важны все эти фантазии и вот эти громадные построения, как то, что они все-таки говорят о Минских соглашениях. Это значит, что людей все-таки готовят к какому-то варианту интеграции. Интеграции в Украину, несмотря на то, что постоянно декларируется курс на Россию. Как я уже говорил, мы полистали две свежие газеты «Донецкое время» и «Донецк вечерний». Давайте послушаем, что мы там вычитали. В нашем обзоре две газеты, издающиеся в Донецке «Донецкое время» и «Донецк вечерний». Обе вновь учрежденные в так называемом новом государстве в одно и то же время в сентябре 2015 года. Обе общаются с читателем языком советской газеты «Правда». Будто бы и не было четверти века независимости Украины и свободной прессы. Что интересно, пропагандистские газеты продаются. Обе газеты обошлись корреспонденту радио «Донбасс Реали» в 35 рублей, то есть около 9 гривен каждая. За эти деньги читатель получает сводку главных новостей в так называемой республике за неделю, так как их увидели местные пропагандисты. Например, пишут о так называемом инвестиционном форуме в Донецке. Странно, но он прошел почти одновременно с украинским в Мариуполе 29 октября. Заголовки оптимистичные. «Донбасс встречает инвесторов», «Расширение географии сотрудничества». Впрочем, о каких-то конкретных договорах или проектах ни слова не сказано. Украинские националисты получили указания от своих идеологических вождей, финансируемых из кармана Петра Порошенко, на подготовку новой волны антиправительственных выступлений, назначенных на вторую половину ноября. Это уже военный разворот в газете «Донецкое время». Главный ньюсмейкер-передовец по-прежнему одиозный Эдуард Басурин, который не раз предупреждал мир о готовящихся химических терактах в Мариуполе и сообщал о применении ВСУ. Интересно, что хунта и преступный режим в статьях такого рода исчезли. Главный злодей Петр Порошенко, который сопротивляется мирным инициативам Зеленского. Пресса группировки ДНР даже сообщает о столкновениях между украинскими солдатами и так называемыми националистами, цитата, не поддавшимися на призывы к саботированию мирных инициатив Зеленского. То есть, гражданская война в Украине продолжается в полный рост, но уже в рядах самих ВСУ. Вероятно, по мнению группировки ДНР, теперь главный враг переместился с Банковой в оппозицию и в среду военных, тех, кто за войну любой ценой. Отметим, что в украинской прессе, которая отличается гораздо большей свободой и количеством, чем пропагандистские органы ЛДНР, ни о каких столкновениях на почве мирных инициатив Зеленского в отрядах ВСУ и тем более гибели в них украинских военнослужащих не сообщается. Для борьбы с Порошенко Зеленский, по данным Басурина, даже направил в зону ООС сотрудников СБУ, чтобы, цитата, «осуществлять контроль за антиправительственной деятельностью радикалов из числа вооруженных формирований Украины в социальных сетях». Тут же на развороте не забывают о химической угрозе, но снова, что интересно с привкусом Порошенко. Тот же Басурина опять утверждает, что сигналом для перехода сторонников Порошенко к активным действиям должен стать террористический акт на предприятиях химической промышленности на Донбассе. Цель так называемых боевиков Порошенко – Авдеевский коксахим или Дзержинский фенольный. В то же время боевики, преступники и каратели из украинских бригад на линии соприкосновений никуда не исчезли, несмотря на то, что на соседней странице газеты они были хорошими военными, которые выполняют мирный план Зеленского. Остальные статьи газет о дне флага республики. Сепаратистский триколор называется символом состоятельности и официоз без смысла о визитах и встречах главы группировки ДНР Дениса Пушилина. Интересно, зачем такое сообщают? Например, работникам дорожного хозяйства группировки ДНР по случаю их дня Пушилин передал следующее. Уверен, что качество оказываемых транспортных услуг будет только повышаться, а дорожная инфраструктура республики будет современной, комфортной и безопасной. Это был обзор прессы сепаратистской. У нас в гостях Юлия Бибок, журналистка издания «Остров». Юлия, вот мы познакомились, да, но читаем, следим за этой прессой. И вот странно очень, что вот такой язык за все хорошее, против всего плохого, вот светлое будущее, люди, получается, покупают это, читают. Как вы это объясните? Почему такие вещи имеют влияние на людей? Ну, я не уверена, на самом деле, что если это продается, то это покупается. Я думаю, что кого-то обязали просто, например, оформить подписку, как это было в советское время. И, может быть, кто-то из пенсионеров по традиции почитать газетку, вот эту газетку покупает, хотя я не уверена, что, в принципе, местный пенсионер может позволить себе на свою пенсию купить газету. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот это все, то, что я услышала здесь абсолютно совпадает с тем, что я читаю в информагентствах так называемых, но я думаю, что вот эта массированная информационная атака, она все-таки попадает где-то в точку, потому что, если почитать телеграм-каналы, где пишут простые пользователи, в принципе, используют те же слова. Они тоже обсуждают инвестиционный форум, они пишут об укропах, фашистах и так далее. 0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вот, меня зовут Олег, вот я в Гландко области звоню. Ну, вот я слышал, что говорил ваш предыдущий, слушатель из Енакиева. Ну, я бы не сказал, что так уж прям, все, как он говорит. Ну, кто как, наверное, в каком кругу общается. Ну, я бы не сказал бы, что здесь прям так уж все, как он говорит, 90%, такой нокаут. Нет, эмоций уже таких нет, как было в 2014 году. Как-то люди уже устали от войны. И сказать, что прям такая ненависть, я бы не сказал, нет. Скажите, а как вы относитесь вот к тому, чтобы провести эти местные выборы на Донбассе? Сейчас мы по заявлению Сергея Сивоха видим, что уже и в достижении мира включен такой своеобразный турборежим. Вот при Петре Порошенко не говорили, да, о каких-то партиях, говорили в целом о выборах, которые там состоятся в каком-то необозримом будущем после получения контроля. Сейчас уже видим, что «Слуга народа» готовится провести эти выборы. Как вы к этому относитесь? Готовы ли люди там голосовать за украинские партии? Выборы проголосуют. Конечно, наверное, не будут голосовать там, может быть, за каких-то националистов не будут голосовать, но за вот эти партии, как сказать, за «Життя» или, например, за «Зеленского партии» вполне могут проголосовать. А, кстати, ну, а что плохого, даже если за оппозиционную платформу, например, она же по закону не является там какой-то преступной, ну, она партия, она... Украинская партия, она работает в легальном поле? А почему? Сразу ее прям сразу троллить, говорит, что, ну, некоторые, как в Украине, прям как будто это какой-то зашквар. Нет, они тоже партия, не имеют права. Вот когда их запретят, тогда можно будет говорить, что там, что это вот нельзя. Поэтому, ну, и что плохого, ну, проголосуют они за Медведчука, да, или там за Зеленского. А может кто-то проголосует даже и за Юлю, вполне возможно. Кому-то, может, Юля нравится. Спасибо большое. Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы? Это я? Да, представьтесь, пожалуйста. Это самое. Свет в горловке. Оккупированный. Так что, пока этих русаков не уничтожим, тут толку не будет. Вот. Они 400 этих километров границы выцепились. Вот. И я воду в горловке, вот, когда на дачу хожу, они стреляют туда, по нашим. Вот. И, ну, люди есть, конечно, такие, что, из-за России, может, половину, но многие из-за Украины. Вот такие. Скажите, а как относятся, вот, горловки к идеям провести местные выборы, вот, на Донбассе? Вот, как вы видите их вообще, возможности? Я газеты эти не читаю в ДНР-овске. Вот. Но люди ходят, они все как в автобусах, троллейбусах, молчок, молчок. Люди какие-то забитые, затурканы. Улицы пустые почти, работы нету, как говорится, для молодежи. Ну, люди как зомби ходят, вот. А если, правда, конечно, заговоры за это, так они, кто за Украину, тот за Украину, стабильно, сто процентов. А есть такие еще за Россию, вот, потому что тоже много приехавших с Россией, правильно? Как много? Достаточно много людей приехало, да, не местных? Не за это. Я еще раньше, когда они там лет 50 приехали, вот, а так, я говорю, это тут кошмар, я говорю, людей вообще вечером не увидишь, как ходят одиночные. Ну, в основном такие нерадостные. Спасибо большое, еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, да, слушаем вас. Я, я переселен, если общаться со стороны тоже Донбасса, Донецка, то есть, ну, вот я проезжал Горлок, вот я, как только, что-то сказал человек, это пустой город, ты едешь до Бахмута, работает, все цветет, люди ходят, все нормально. А вот Горлоку заехал, это серый город, дальше едем в Ясиноват, тут тоже серый город, в Ясиноват, большая узловая станция, там есть поезда, две литрички ходят на Горловку и две литрички ходят, кажется, в сторону Ростова, там, круга, какой-то, не помню, остановку, и один поезд, там есть международный поезд, у них называется, Донецк-Луган, это международный поезд, бывших два вагона, четыре вагона, от поезда Донбасс-Москва, ну, бывшие, раньше они ходили на Москву, вот это, там, такая ситуация. Да, мы обсуждали запуск этого поезда. Ясиноват, в принципе, то же самое, как и в Горловке, три часа, в десять часов базар начинают работать, грубо, в десять, там местный такой базарчик, ясиноватый, в час уже там никого нет, три часа там... Спасибо большое, еще один человек дозвонился, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Грязь, грязь, корребля. У меня к вам простой вопрос. Вы идете сюда? Простой вопрос. Вы говорите, жуканская, это местная группировка. У меня к вам вопрос. Это группировка каких-то там малолеток или это террористическая организация, поддерживая Россию? Вы говорите своими словами, называйтесь своими именами, потому что вы говорите так, будто группировка. вот так ремень снимем и пойдем им все лекло набьем. А как вы считаете, это что? А? Как вы считаете, что такое ДНР, ЛНР? Это террористическая организация. Это не маленькая группировка. Это организация, поддерживаемая социальными странами. Россия. Это террористическая организация. Спасибо. Поняли вашу позицию. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналистка издания «Остров» Юлия Абибок. Юлия, вы связываете какие-то надежды, вот как Дончанка, насколько я знаю, с вот этим нынешним процессом? Вот видим, да, есть вот эти вот группировки ДНР, ЛНР. Это лексика радио «Свобода». Мы выбрали такую лексику, потому что гибридная организация, это, да, там есть и российские кураторы по сообщению украинских каким вы видите выход из этой ситуации? Вот есть же эта группировка, есть же эти руководители этой группировки, главарию, у которых есть свои бизнес-интересы. Наверное же, как мы сейчас видим, да, из органов печати, не совсем они готовы к выполнению Минских соглашений, не совсем готовы они встраиваться в политическое поле Украины, тем более, что в Минских соглашениях ДНР, ЛНР нет, непонятно, в каком статусе они будут. Что будет с вашей точки зрения? Ну, мне бы хотелось знать, что будет с точки зрения России, поскольку она все-таки управляет этими людьми, мы это видели на так называемых выборах в 17-18 году. И, то есть, понятно, что мирный план не предполагает какого-то будущего этих людей в местной политике или в украинской политике. То есть, они будут искать свое будущее уже где-нибудь в России, скорее всего. И, возможно, они будут, как минимум, заочно судимы. Поэтому, я понимаю, что они будут, обладая хотя бы минимальной субъектностью, они будут максимально сопротивляться к какому-либо мирному плану. Поэтому, я не знаю, какие рычаги будут задействовать еще и Россия, чтобы предотвратить какой-то вспышки там. Россия может, грубо говоря, слить, да, вот этих вот главарей группировок с вашей точки зрения? Ну, если это и выгодно, я на самом деле не верю, что этот план дойдет до финиша, во всяком случае, на тех позициях, на которых стоит Украина, да, то есть, мы все-таки не сходимся с ними в мнении, как мы должны выполнять те договоренности, которые мы имели Я думаю, что самый лучший сценарий это отвод войск и замороживание конфликта. Я не верю, что украинская власть вернется на эти территории. Юлия, вы, кроме прочего, занимаетесь вот замороженными конфликтами, изучаете их, побывали фактически на всей территории Европы, где эти замороженные конфликты происходят. Что ждет Украину после возврата туда? Что происходит там сейчас с людьми? На что обратить внимание? Вообще, вот ближайшие... Вы, как вы поддерживаете вот эти вот выборы на этих территориях, изолированных территориях, где люди вот дезориентированы и политические, и мировоззренческие и так далее. Вы имеете в виду на территории Донецкой и Луганской области? если провести параллели вот с другими территориями, где продолжается замороженный конфликт, где конфликты заморожены. Ну, если мы говорим о том сценарии, что украинская власть все-таки возвращается на ту территорию, во что я не верю, поэтому мне сложно сказать, могу ли я это поддержать. это какая-то ситуация очень гипотетическая. И мне тяжело ее рассматривать на самом деле. Я думаю, что лучшее, что может сейчас сделать Украина, это уйти от слов вроде террористы или оккупированные, просто, но это риторика слабого на самом деле. То есть нам не нужно ругать их крепкими словами. А взамен что говорить? Ну, давайте мы просто, я их называю непоконтрольными. Я не называю их неоккупировыми. Нейтральные такая лексика. Да, потому что я, то есть если мы говорим, что неоккупированы, мы исключаем какое-либо местное участие, но там есть, там есть люди, которые просто негодяи, там есть люди, которые идейны, и с этим надо считаться. Что будет с этими территориями, если конфликт будет заморожен? С людьми, с промышленностью, с экологией? Ну, они будут вымирать. Тут просто нет другого варианта. Вымирают даже территории вроде Карабаха, Абхазии или Приднестровья, где все-таки есть, там намного меньше людей, там нет таких экологических проблем, там нет этого промышленного наследия огромного, которое нуждается в какой-то поддержке. И на Донбассе все намного хуже, там были недавно какие-то толчки непонятные в Макеевке, например, с трещинами в зданиях, и никто пока не может объяснить, что происходит. И нужно понимать, что это только начало, шахты затоплены, заводы заброшены и так далее. Как вы объясняете симпатию многих жителей оккупированной территории к России? Ведь Россия-то в этом виновата, развязала этот конфликт и поддерживает его из-за него, и Украине не получается его закончить. И тем не менее, по словам наших слушателей, многих люди очень симпатизируют и не знаю, кому они симпатизируют. На этой территории невозможно провести соцопросы, на этой территории нужно понимать, люди не свободны выражаться честно. Поэтому я понимаю, что большое число людей, возможно, даже большинство действительно поддерживают Россию, потому что нужно сказать, что Украина, к сожалению, много лет их просто отталкивала, и здесь было много негатива, и все были под одну гребенку названы сепаратистами, бандитами и так далее. И нужно приложить достаточно много усилий, чтобы какие-то мысли просто, хотя бы частично, какую-то часть людей все-таки вернуть к нам. То есть, первое, это страх перед местными, так называемыми, властями, второе, это гуманитарная, так сказать, информационная политика Украины. Да, я думаю, что на самом деле, прежде всего информационная, то есть, нужно хотя бы говорить с ними нормальным языком, может быть, даже меньше обещать, но хотя бы просто общаться, потому что, если вы что-то обещаете и не выполняете, это снова же не идет вам на пользу, но просто обращаться к ним, приезжать туда. Спасибо большое. Мы говорили о том, к чему готовят людей в так называемых республиках, журналистское издание «Остров Юлия и Абибок». Спасибо за все ваши звонки. Не переключайтесь. Радио «Донбасс Реалей» продолжается. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительства и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева. По нашим данным, журналист радио «Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России 903 дня. Друзья, это радио «Донбасс Реалей». Сейчас полистаем свежую прессу. Уход украинских войск это лишь промежуточный этап. Дальше должна быть узаконена народная милиция на Донбассе, начаться прямой диалог Киево с Донецком и Луганском и в конечном счете после всего этого Украина будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Больше от Минских соглашений Украина не получит. Это краткий пересказ интервью Алексея Чеснокова, соратника Владислава Суркова, того самого Суркова, который занимается в Кремле украинским направлением. Об этом пишет сайт Крымреалии. По мнению журналиста Павла Казарина, интервью российских спикеров это то, что нужно читать, чтобы не впадать в иллюзии. Они куда реалистичнее, чем любые заявления украинских спикеров, включая недавнее заявление Владимира Зеленского про три этапа прекращения войны. Основная проблема в том, как отмечает Казарин, что в описании реальности Зеленского нет России. Президент Украины рассуждает так, будто речь идет о гражданском противостоянии. Все эти слова теряют всякий смысл именно потому, что Украина жертва вторжения, а не регионального сепаратизма. Подробнее читайте в материале Кремлевский райдер. О том, что сегодняшняя риторика Владимира Зеленского на тему Донбасса говорит о том, что он находится в парадигме гражданской войны, пишет и журналист Сергей Гармаш для сайта «Главред». По его словам, отсюда и стремление реализовать Минские соглашения, где нет ни одного обязательства России, а заложены только внутриполитические механизмы. По мнению журналиста, Владимир Зеленский не понимает природу конфликта, не понимает, что причина целенаправленные действия России, а гражданская составляющая это всего лишь следствие. У большинства украинцев нет конфликта друг с другом, люди там не так глупы, чтобы не понимать, наш единственный компромисс России, на который Украина может пойти, это позволить уйти Путину, сохранив лицо. Все остальные политические компромиссы будут лишь усиливать напряжение в украинском обществе. В так называемой ДНР прошел первый так называемый международный инвестиционный форум. Местные власти провели его одновременно с инвестфорумом в Мариуполе. Об этом пишет сайт русской службы BBC. Гости Донецкого форума, как пишут журналисты, с удовольствием делились своими соображениями о будущих инвестициях в экономику так называемой ДНР. Так, например, президент Ассоциации Йименских выпускников в СССР и странах СНГ Анвар Мохаммед Али Аль-Зафари сообщил, что интерес для инвесторов из стран арабского мира на Донбассе представляют, в частности, такие сферы, как медицина и строительство. Журналисты отмечают, что Ассоциация Йименских выпускников появилась в 2017 году. Она зарегистрирована в частной квартире дома номер 17 на проспекте Гагарина в подмосковных Люберцах. Еще был один гость Радван Мохаммед Абдул-Рахим Аль-Зимур. На форуме его представляли то, как главного эксперта по экспорту сельхозпродукции в Республике Йемен, то, как бизнесмена из Египта. Индивидуальный же предприниматель с таким именем зарегистрирован в городе Новомосковск Тульской области. Там он владеет фирмой, которая занимается оптовой торговлей свежим картофелем. Подробнее читайте на сайте вещателя. Фотография Луганской акции «Мы хотим в Россию» вызвала очередную волну негатива в социальных сетях. Мол, и даже после этого вы хотите реинтегрировать Ордло? В оккупации такой акции тоже удивились. Сами узнали из интернета. Так ли на самом деле хочет оккупированный Луганск в Россию? Кто и зачем провел такую акцию? Слушательница радио Донбасс-реалии Переселенка из Луганска Ирина, которая ездит в оккупированный город, поделилась своими наблюдениями. Луганский Донецк это опухоли, которые стоит вырезать. Говорила пожилая женщина моя попутчица в поезде. В Россию они хотят. Так пусть едут, дармоеды, пенсии им подавай. Зачем? Чтобы они опять Путина привели? Она возмущалась, в ее словах было столько агрессии. Нет, она не хотела разбираться. Она не хотела слушать моих аргументов. Да ей даже не было важно, слышу ли я ее голос через стук колес. Она просто хотела сказать, Луганский Донецк это враги. И все из-за одной фотографии. Той самой, где на главной площади Луганска театралки выстроились луганчане, создав надпись «Мы хотим в Россию». Знаете, что больше всего поражает? На шестой год войны нас продолжают как глупых рыб ловить на крючок. Вбрасывают нужную информацию и мы тут же ведемся. Не анализируем, не проверяем, просто брыжем едкой слюной и радуемся, что отреагировали, не смолчали, донесли свое мнение до общественности. Итак, кто на фотографии? Традиционно бюджетники. Эта проблема была еще и до оккупации Луганска. На любой митинг свозили учителей, врачей, заводчан. И даже до войны нужны были какие-то весомые причины, чтобы тебе разрешили не выйти на митинг. Иначе прощай работа. И если в независимой Украине отмазаться удавалось или же с криком «Дойдите вы!» ну, на митинг не выходил, то в оккупации с этим сложно. Во-первых, работы тут не так уж и много, чтобы ею раскидываться. Во-вторых, нужно потом писать и заполнять кучу бумажек, чтобы объяснить свою выходку. В-третьих, страшно. А вдруг тебя за это на подвал заберут? Бюджетников свезли на театралку на автобусах. Кстати, они тоже есть на фотографиях. При этом организаторы, видимо, поскупились. Людей на самом деле не так уж и много. Те, кто хоть раз были на театралке, понимают, что никакой масштабности на фото нет. Дальше все та же рыбалка, на которой мы пойманная рыба. Фотография появляется в интернете, ее массово обсуждают, негативно отзываются о тех, кто остался в оккупации. Вспоминают, что все адекватно уже хотели и выехали, а там остались только сепары. Традиционный раскол, который так нужен российской стороне и группировке ЛНР. Смотрите, они вас ненавидят и не хотят видеть в Украине. Вот посыл, который получили жители Луганска. А ведь эти жители и сами о том, что они хотят в Россию, узнали из интернета. Тоже случайно увидели эту фотографию. Я не буду говорить, что не хотят в Россию. Есть те, которые свято верят, что крымская жизнь все же в Луганске наступит. Но таких становится все меньше. Я не буду говорить, что очень много тех, кто хочет обратно в Украину. Об этом не принято говорить. Страшно представить, что может с тобой случиться, если заикнешься, что скучаешь по Украине. Но все давно поняли, что этих так называемых народных республик, как независимого государства, существовать не может. Поэтому жить в ЛНР не хотят. А смысл? Ничего своего нет. Иногда подкармливают либо с украинской, либо с российской стороны. Но чаще это напоминают, подкинули косточку, лишь бы на время перестали гавкать. Вот и получается, в ЛНР жить нельзя. На Россию надеяться глупо. В Украину возвращаться страшно. Жители Луганска уже никуда не хотят. Они хотят только понимать, а что будет завтра? И будет ли это завтра вообще? Закладка. Открываем Донбасс. Запомни эту страницу. В Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный опёрся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв её вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Солёной, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатны. Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь. Это радио Донбасс Реалии. Спасибо, что остаётесь с нами. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях. Группировка ДНР объявила о готовности к обмену пленными по формуле 52 на 85 человек. Об этом заявила так называемый омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Напомню, 29 октября гуманитарная подгруппа трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ, на переговорах Мартин Сайдик готовится большой обмен. Напомню, последний обмен пленными Украины с группировками ЛДНР состоялся 27 декабря 2017 года на контрольно-пропускном пункте Майорск в районе подконтрольной боевикам Горловки. Тогда Украина забрала 74 человека и передала на неподконтрольную территорию 306 человек. 4 ноября должно начаться разведение сил в Петровском Донецкой области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент напомнил, что 29 октября началось разведение сил у Золотого в Луганской области. Он отметил, что разведение у Золотого и Петровского было оставшимся условием для саммита в нормандском формате. В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже есть предварительная дата саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате и выразил надежду, что такой саммит состоится к концу следующего месяца. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к встрече в нормандском формате, если она будет хорошо подготовлена и не будет вести к пустым разговорам. Жители Донецкой и Луганской областей опасаются за свои права в связи с введением в зоне операции Объединенных сил Желтого режима безопасности. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. По его словам, люди обеспокоены объективностью в действиях военных и правоохранительных органов. Лисянский заявил, что сотрудники представительства на постоянной связи будут реагировать на каждый случай и нарушение прав жителей региона. Представитель омбудсмена призвал граждан не волноваться. На оккупированную часть Донбасса въехала 89-я так называемая гуманитарная колонна. В МЧС России утверждают, что автомобили доставили более 500 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и детские консервы. Напомню, Россия с 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые гуманитарные конвои. Таможенную и пограничную службы Украины к осмотру этих грузовиков не допускают. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой гуманитарной помощи. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 5 до 8 градусов мороза. Днем воздух прогреется до плюс 4. Удачи и до завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова